Здравствуйте! Сегодняшнее видео шахматное контрольное. Первое и самое, что ни на есть, легкое. Но легкая она для меня не оказалась легкой. Дело в том, что я выбрал партию с моего канала. Давайте зайдем на мой канал. Из темы «Сыграйте как гроссмейстер» в плейлистах. Она под первым номером. Вот «Сыграйте как гроссмейстер» партия Адольф Андерсон Кизерицкий. Загружена 20 мая. Больше я эту партию не смотрел до сегодняшнего дня. И сегодня вынужден был с позором использовать шпоры. То есть подглядел я развитие дебюта, не уловил я развитие, как развивалась партия. То есть саму идею, как он мотовал, отдавая две ладьи, я запомнил. Но давайте перейдем на доску в честбейсе. И будем смотреть, значит, воспроизводить ходы. Е4, Е5, Ф4, ЕФ, С4, Гамбит, Слона, Ферзь, Х4, Шах, Король, Ф1, ушел. Здесь Кизерицкий, вот этот ход я помнил, но забыл в какой последовательности. Отдает Кизерицкий пешку назад, но для того, чтобы активизировать. И где-то при случае Слона, Х6, вот такой шаг может быть. Хотя, конечно, идея спорная. Конь, Ф6, он сыграл, напал на пешку Е4. Конь, Ф3, нападение ответное на Ферзя. Ферзь ушел на Х6. Хотя, непонятно, почему бы не на Х5. С идеей подменять Ферзей под рентген встать. Удерживает пешку Ф4 Кизерицкий. Д3 подкрепляет пешку Е4 Андерсон. Конь, Х5, нападает на вилку Ж3 Кизерицкий. Конь, Х4, парирует ее Андерсон. Ферзь G5. Вот этот ход мне пришлось подсмотреть. Я идею Кизерицкого вообще не уловил с ходом Ферзь G5. Нападение вроде на Слона. Какой угрозой он грозил? То есть, заставляет коня встать на Ф5. Конь, Ф5 играется. И теперь С6. С6. И здесь не отводит Слона Андерсон. Ж4. Готовится поимка Ферзя. ЦБ. Ладья G1. То есть, вот это было сложно, конечно, воспроизвести. Вот эти ходы. Достаточно спорные. Итак, ладья G1. Конь, Ф6. Теперь пора спасать коня. Но теперь Ферзь оказывается в такой клетке. Но с лишней фигурой. Ферзь H4. Ферзь H6. Это будет конь H6. Ферзь G6. Так, повышаем вариант. Это удаляем. Ферзь G6. H5. Ферзь G5. Ферзь F3. Напали на пешку F4. Конь G8. Освобождается Ферзь. Слон бьет F4. Ферзь F6. Ферзь уходит с нападением на пешку B2. Конь C3 с развитием защищает Андерсон. Развивается. Слон C5 нападает на ладью G1 с темпом Кизеридский. Хочет выиграть развивающий темп. Конь D5. Ответ Андерсона. Вилка на C7 грозит. Ферзь B2 играет Кизеридский. Нападает на ладью. С тем, чтобы две ладьи взять, потеряв ладью А8. Слон D6 играет Андерсон. Создавал клетку для Черного Короля. Теперь, как мы видим... Ну, пока еще сложно даже сказать. Так, значит... Слон D6. Почему не побоялся Андерсона этого? Слон D6. Конь D6. Король D8. Ну, с острой игрой. Ферзь F7. И под матом находится Черный Король. Ферзь A1. Шаг. Король Е2. Слон G1 во все тяжкие пускается. Кизеридский. Е5. Вот это важное отсечение... Отсечение черных. Е5. Слон B7. Пытается разменами... Значит, Кизеридский откупится в данном случае. И здесь проводится уже решающая атака. Конь G7. Король D8. Ферзь F6. Так, у короля почему-то по лице 8 свободно. По лице 8 свободно. Значит, слоном не на B7. А конь C6. Напал на пешку Е5. Конь G7. Шаг. Король D8. Ферзь F6. Ферзь F6. Шаг. Вынужден брать. Можно, конечно, закрыться. Но тогда слон C7 мат. Все-таки решил взять Кизеридский. В данном случае. Ферзя. Так, конь C6 опять. Такой мат не получается. Слон. Ну, с полице 7. Ставится мат. Слон C7. Итак, давайте проверим. Повысить вариант. Как было на самом деле. Вот это, в данном случае, сыграется, как гроссмейстер, тренировочная партия. Слон Е7 был мат нанесен. Значит, где моя ошибка была? Конь D5. Все правильно. Пошла вот комбинация. Ферзь бьет B2. Слон D6. Это я правильно. Слон G1. А вот сначала слон бьет G1. Сыграл, в данном случае, Кизеридский. Кизеридский. Е5 пошло отсечение. Ферзь. А1 шаг. Король Е2. Вот мы пришли к этой позиции. И здесь конь А6 пошел Кизеридский. В данном случае, не вспомнил я саму партию. вынужден признать, что в самом финале выдумал свой мат, но не воспроизвел партию правильно. Ну что ж, я думаю, это показательный пример. То, что проводить тренировку памяти очень даже надо. Как мы видим, самый легкий пример. И вот я в данном случае, конечно, у кого-то память может быть лучше. И поэтому мой результат в данном случае не является каким-то хорошим. Но тем не менее, вот как вы можете сами убедиться, очень полезно проводить тренировку памяти. Ну что ж, на этом все. Всего доброго. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok